Абердин был известен всего двумя вещами. Количеством своих баров и публичных домов. Но в Абердине жила молодая семья с маленьким сыном, который в пять лет уже играл на ударных, а к двенадцати был очень хорошим гитаристом. Своей игрой он развлекал посетителей всех этих баров в Абердине. В итоге его слава достигла Сиэтла, потом и всего мира. И если вы не знаете, о ком я говорю, я говорю о Курте Кобейне, основавшем группу Нирвана. В 94-м году Курт Кобейн был крупнейшей рок-звездой планеты. Лидером мирового движения под названием Гранж. А 5-го апреля он вынес себе мозги в собственной оранжереи. Курт Кобейн зашел в свою холодильную камеру, взял банку Баркс, с ней в руке прошел 30 шагов, зашел в свой ранжерея, выпил напиток, вел себе героин и застрелился. Что мотивировало его к этому поступку, остается загадкой. В дни, предшествовавшие самоубийству, Кобейн считался пропавшим. И отправился в его родной город Абердин, и сделавший его знаменитым Сиэтл, чтобы восстановить последние моменты его жизни. Это рассказ о последних днях жизни Курта Кобейна и о том, что случается с человеком, когда он получил, что хотел. Последние 48 часов Курта Кобейна. 30 марта 1994 года. В 8.45 утра Курт Кобейн покидает свой осовняк стоимостью в миллион долларов в элитном пригороде Сиэтла на озере Вашингтон. Он едет в часть города, куда редко заглядывают богатые и знаменитые. В 9.45 он заходит в спортивный магазин Стэн Бейкер на Лейк-Сити Уэй и покупает ружье. Позже он убьет себя из-за этого ружья. Перед походом в оружейный магазин Курт Кобейн нехочи согласился пройти лечение от героиновой зависимости, страстно описанной в его дневниках. Среда, 30 марта 1994 года. Сиэтл. Днем 30 марта Харви Оттингер отвез Курта в аэропорт, чтобы тот отправился в реабилитационный центр Exodus в Лос-Анджелесе. Харви возил Курта в аэропорт и так много раз. Но эта поездка была другой. Он посмотрел на меня и сказал, «Ой-о!» И продолжал, что купил ружье и пачку патронов этим утром, и у него в сумке осталась пачка патронов 20-го калибра для дробовика. Конечно, их нельзя брать на борт. Он удал их мне и попросил вернуть в дом. И я был удивлен, сказал за неделю нескольким людям, но никто ничего не подумал. Тут же дикий запад. Когда Курт покинул Сиэтл вечером той среды, это стало началом цепи событий, завершившихся обнаружением его трупа всего неделю спустя. Последние несколько дней произошли сумасшедшие вещи. Люди упускали его буквально в сантиметрах, это почти как комедия «Кейстоунские копы», если бы не закончилось так трагично. Но мог ли кто-то из них спасти его жизнь, если бы они встретились? Может, они бы его заперли, ему бы сделалось лучше. Но это опять же приводит к духовному вопросу, какова была судьба этого человека. Абердин, штат Вашингтон. Я родился в Абердине, штат Вашингтон, 1967-м. У меня было отличное детство, пока родители не развелись. Я стыдился родителей. Не мог смотреть на некоторых друзей в школе. Я отчаянно хотел иметь типичную семью. Хотел эту уверенность, и вдруг весь мой мир изменился. Я стал асоциальным, начал понимать окружающую реальность, которую мало что могла предложить. Абердин. Маленький городок лесозаготовителей в штате Вашингтон, на Тихоокенском северо-западе Америки. Ближайший город Сиэтл, в 160 километрах по шоссе номер 5. В любом магазине телевизор включен на полную громкость, и кто-нибудь сидит и курит, дым коромыслом, и всегда идет дождь. И повсюду домашнее насилие. Нужно уехать, чтобы что-то из тебя получилось. Останешься и затянет безнадежность с самого места. Что за место Абердин? Если живешь на холме, ты и все. И если живешь на южной стороне или на равнинах, ты дерьмо. Курт Кабейн был точно не с холма. Его родители развелись, когда ему было всего семь, и он часто искал убежище от безрадостной семейной жизни в трейлере «Бабушки и дедушки». Также считается, что он спал под этим мостом. Теперь это место поклонения Курту Кабейну в его родном городе, после упоминания в одной из его поздних песен. В этом смысле будет преувеличением сказать, что Курт бродяжничал. Он говорил людям, что жил под мостом. Согласно всем, с кем я беседовал в Абердине, он никогда не жил под мостом. Он был хнычущим, никчемным парнем, а в Абердине холодно. Но он жил в пустых и брошенных домах. И в одной самой, по-моему, душераздирающей истории он как-то пошел в больницу, в которой родился, и спал в приемном покое. Он рассчитывал, что люди примут его за родственника пациента, и никто не подойдет к человеку в приемном покое и не попросит убраться. Конец первой части. Последние 48 часов Курта Кабейна. Часть вторая. Среда, 30 марта, Лос-Анджелес. В 7.55 вечера Курт прибыл в клинику в Лос-Анджелесе, чтобы начать 28-дневную программу. Его консультировал Найл Стимсон. Сейчас он впервые рассказывает о времени, проведенном месте. Эксидус есть или был в то время реабилитационной программой для людей, у которых проблемы с наркотиками или алкоголем. Здесь многие рок-звезды сами прошли реабилитацию и помогали друг другу оставаться в завязке. Но у меня было чувство, что он не слишком хотел иметь что-то общее с таким окружением. Он вообще не хотел слышать о реабилитации. По-моему, он даже не был готов рассматривать свою зависимость как проблему. И меньше всего он хотел, чтобы его поучали боги-роки, которые через все это прошли. В своих дневниках он писал, как молил Господа, чтобы тот помог ему избавиться от зависимости. Но вот его консультант говорит, что Курт хотел этого меньше всего. У меня ощущение, что он не считал себя наркоманом, и что у него была законная причина, и что он был другим. Дэйв Рид приютил Курта в один из его подростковых периодов в скитании в Эбердине. Дэйв стал чем-то вроде крестного отца для Курта. Тот был впечатлен его участием в серф-группе под названием «Бич Кондерс». У меня был старый усилитель для бас-гитары, и он попросил одолжить его. Раздобыл гитару и натянул наоборот, чтобы играть левой рукой. И он сидел там целыми днями, бринча на гитаре. Часами-часами. Просто... Дэйв одолжил Курту свою гитару и отвел на встречи христианской группы, где сам был наставником. 17-летнего Курта Кобейна крестили на церемонии с участием Дэйва Рида, его сына Джесси. Он считал себя христианином несколько недель, и сам факт этого настолько контрастирует с образом Курта Кобейна. Он искал чего-то, что наполнило бы его существо. Он искал всю свою жизнь. Он искал, по-моему, даже в моменты, в год, когда покончил с жизнью. Это был человек, который хотел найти путь, а, к сожалению, так и не нашел ничего, что по-настоящему помогло бы ему. Четверг, 31 марта, Центр реабилитации, Эксодус, Лос-Анджелес. После одного дня в Эксоду стало очевидно, что этого человека мучил куда более серьезный конфликт, чем просто наркомания. Вы богатый рок-звезда, можете просто уйти куда захотите. Если вы не хотите быть в музыкальной индустрии, отлично, вы и так проживете. Я сказал, почему бы вам так и не сделать? Но, с другой стороны, он боялся, что сделает это и никогда не вернется, что его забудут. Разрывался между «не хочу быть рок-звездой» и «не хочу это терять». На следующий день, 1 апреля, Курт перескочил через заднюю стену Эксодус. Когда Курт убегал из своего центра, его жена, Кортни Лав, тоже была в Лос-Анджелесе, пытаясь справиться с собственной зависимостью. Она остановилась в отеле «Пенинсула» в Беверли-Хиллз, проходя спорную программу лечения в отеле. Вместо того, чтобы встретиться с ней, Курт сел в такси и направился в аэропорт. Больше она никогда его не увидит. Кроме Кортни Лав, у Курта Кобейна были всего одни длительные отношения с его первой подругой, Трэйси Марандер. Он был худой и безработный, но то, что он любил животных и детей, было большим плюсом. Пробуждался какой-то материнский инстинкт, и у некоторых он сильнее, чем у других. Но он был очень скрытным в отношении своих чувств, или мог иногда быть очень саркастичным, но и забавным в то же время. И был этот парадокс. По-моему, до определенной степени ему нравилось мое материнское отношение, но и оно тяготило его. Как бы одновременно. Я был настолько замкнут тогда и настолько социален, что почти сходил с ума. Я всегда думал, что меня выберут наиболее вероятным убийцей на школе танца. Я дошел до того, что фантазировал об этом. Но в то же время я бы сверва предпочел убить себя. В старшей школе Курт нашел единственного друга, Кристо Новоселича. Вместе они сформировали группу Сэлаутс и играли в барах Абердино. Но Курт мечтал о большем. Далеко-далеко от городка лесозаготовителей. Надеясь бежать из Абердино, Курт Кобейн все больше и больше стремился в Сиэтлу, изумрудный город. Курта Кобейна тянула тьма Сиэтла. Новая музыкальная сцена. Первая вещь в его жизни, которая имела смысл, она была громкой, гневной и хаотичной. Это был гранж, который подходил ему идеально. Эти черно-белые фотографии, сделанные Чарльзом Питерсоном, с их эстетикой смазанных конечностей, вихрей огней и мечущихся волос, отмечают превращение группы разрозненных ансамблей в направления. Это больше частью была наша необузданная энергия, которую надо было выпустить. И сделать это нам позволяло посещение концертов. Просто юношеская энергия, она делала меня цельным. Давала ощущение, что я часть чего-то. Такоми, рабочем городке на окраине Сиэтла, можно было увидеть многие из этих новых групп. До тех пор он был известен лишь как родной город серийного убийцы Теда Банте. В здешнем зале, комьюнити Уолд, бывшем порно-кинотеатре, проходили многие концерты. Именно здесь Курт и Крист встретили ударника Чада Ченнинга. Он был, к моему удивлению, гораздо тише, чем я предполагал. Особенно после того, как впервые увидел его выступление. Эти драные вархатные брюки, клёш, ботинки на платформе. Это было почти как день и ночь. Он был таким тихоним, не знаю, стоит ли сказать подавленным, или вроде того, просто очень мягкий парень. Они пригласили Чада присоединиться к своей группе. Её только что переименовали в Нирвану после того, как Курт посмотрел ночную телепрограмму о буддизме. Вы считали, что эта группа обречена стать великой? Не особенно. Мне они не понравились после первого концерта. Пятница, 1 апреля, Лос-Анджелес. Вечер Страстной Пятницы. Международный аэропорт Лос-Анджелеса. В 7 минут 8-го Курт Кобейн купил билет первого класса до Сиэтла на Рейс Дельта 788. Он заплатил своей кредитной картой 478 долларов. Затем он позвонил в Сиэтл, чтобы заказать лимузин, который бы встретил его в аэропорту. В 8.43 он попытался снять 150 долларов наличными, но не смог. После покупки билета на самолет его жена, Кортни Лав, узнала, что он сбежал из Эксидус и заблокировала его карту. Курт сбежал из центра реабилитации, где лечили рок-звезды от наркомания, чтобы очутиться в самолете рядом с другой рок-звездой-наркоманом, Даффом Маккейганом, басистом Guns N' Roses. Как и Курт, Дафф возвращался домой в Сиэтл. И как и Курт, он был хронически зависим от героина. Я сел на самолет, и Курт сел и оказался рядом со мной. После взлета мы разговаривали. Он сказал, что только что свалил из Эксидус. Мы прилетели в Сиэтл и пошли получать багаж. Он был очень унылый. Мой друг Эдди встретил меня в багажной стойке в Сиэтле. Они с Куртом вышли покурить, потом Эдди вернулся. Я сказал, знаешь, может, стоит позвать его к нам сегодня. Мы выпили по стаканчику. Знаете, это не было каким-то предвидением, ничего такого. Но он был в унынии один. И Эдди пошел за Куртом, и как раз в этот момент его забрало машину, он уехал. В 88-м году Курт проводил все больше и больше времени в Сиэтле. Тем летом его группа Нирвана заключила контракт с маленьким независимым лейблом Sub Pop. Сиэтлский продюсер Джек Андина записал их первый сингл, Love Bus, перепевку песни голландской группы Shockingble. Каким было первое впечатление о нем, когда вы познакомились? Несильный. Неброский. Очень неброская личность. Вежливый, тихий. Ощущение, что он и мухи набит. Но едва услышите, как он поет, едва он открывал рот и начинал петь, думая, шоу, го, вот это голос. Тут что-то интересное. Таким было первое впечатление. Мне нравится игра на гитаре и великолепный крик. А великолепный крик далеко пойдет в рок-н-ролле. Но для Sub Pop этого было недостаточно, они разочаровались Нирване. Они даже позвонили Курту с вопросом, сможет ли он заплатить 200 долларов за выпуск его первого сингла. По-моему, Sub Pop продвигали Mother Love Bone и всех, кто был популярен в Сиэтле. И, по-моему, в этом было отличие Нирваны и Курта. Даже люди в Sub Pop считали их неудачниками. Брайтон, Англия. Но далеко-далеко в другом приморском городе жил человек, который вот-вот должен был привлечь внимание мира к Сиэтлу и Нирване. Да, Entertainment Weekly написали, что Эверет Тру – человек, который изобрел гранж. Помню, как-то я сказал, это таксисту в Сиэтле, так он почти разбил машину. Я подумал, боже, неужто все настолько плохо? Меня попросили поехать в Сиэтл для Melody Maker. Это было мое первое задание для них. Я говорил, я всегда хотел поехать в Америку, пошлите меня в Сиэтл. В ранние дни никто не думал, что Нирвана станет первым прорывом. Никто. Сочельник 88-го года Джек Энд Дина записал первый альбом Нирваны всего за 600 долларов. Отзывы на Блич в Америке были теплыми. Суббота, 2 апреля, Сиэтл. Через 6 часов после расставания с Даффом Маккаганом в аэропорту Сиэтла Курт ехал в такси, пытаясь найти, где купить патронов. Все было закрыто. И в полдевятого вечера он вышел из такси около парка трейлеров мотели Крест. На углу 145-й улицы Аврора-авеню. Аврора? Это район проституток и наркоманов. Тут люди пускаются на все, чтобы достать дозу. Километров 35 длиной такой кошмар на всем протяжении. Он покинул дом, который на тот момент стоил пару миллионов долларов. Прекрасный особняк на берегу озера Вашингтон или рядом. Отправился в отель Аврора, который тогда стоил 18 долларов за ночь. И никому не сказал, что отправляется туда. Он просто сбежал в этот теневой мир наркозависимости. От всего мира. И в каком-то смысле, по-моему, это был мир, который он мог контролировать. Он не мог контролировать особняк. Он не чувствовал, что достоин этого. Это был чужой мир. Тогда как в мире зависимости, наркотиков и Аврора-авеню, он был защищен и изолирован от всего. Курта часто видели в трейлерном парке Крест, как и в Крест-Инн. Но его любимым местом на Аврора-авеню была Марка Пола. Номер 226. Любимый номер Курта в мотеле Марка Пола. Ему было 27. Самый успешный музыкант своего поколения женат. С двухлетней дочерью, которую сам описывал как росток ангелоподобной радости. В последние недели своей жизни он проводил все больше времени в 226-м. Употребляя героин, поедая картофельные чипсы, убегая от своей жизни. Когда Курт Кобей начинал принимать героин, он не рассматривал себя как очередную стереотипную рок-звезду. Он верил, что занимается самолечением давних проблем желудком. До состояния желудка у меня продолжалось лет пять. Бывали времена в турне, особенно во время турне. Иногда вне турне, когда я чувствовал себя как наркоман. Я голодал и обошел всех этих разных докторов. Они не смогли определить, что со мной не так. Я перепробовал все, что мог придумать, но ничего не помогло. И я решил, что раз уж я буду чувствовать себя как наркоман каждое утро, меня будет рвать каждый день, то можно с таким же успехом принять вещество, которое убивает эту боль. Не могу сказать, что это было главной причиной. Но повлияло во многом. Повлияло куда сильнее, чем многие думают. Чем больше лечишь боль, тем сильнее болеет, и тем больше нужно, чтобы от нее избавиться. Тем острее боль становится. Сиэтл был наводнен героином. Наркотик выбора рок-сцены. Курт Кабин изначально высмеивал эту сцену, но теперь хотел попасть на нее и стал принимать героин. Тогда же он решил избавиться от двух человек в своей жизни, которые больше не соответствовали его амбициям с Нирваной. Несмотря на дружбу, был уволен Чад Ченнинг. Дэйв Гролл стал новым ударником. Его описывали как человека, которого вырастили волки. Он хорошо выглядел и играл рок. Ту же самую неделю, что он избавился от Чада, Курт порвал отношения с Трайси. Мы были вместе три года, и я бы не сказала, что не ужились. Мы все еще были похожи. Думаю, ему стало скучно. И даже несмотря на мою поддержку, он хотел подругу, которая играла бы музыку или занималась искусством. Думаю, вот что ему было нужно. Я был очень взволнован знакомством с ней, потому что считал ее группу невероятной. Она была еще более взволнована знакомством со мной, ведь я был шишко-британский журналист с именем. А у Кортни есть определенная любовь к медиа. Так мне сказали. И мы разговаривали, и сошлись отлично. И тут же пить начали. Потом пихать друг друга – это как знак приязни. И вот мы уже катаемся по полу, и тут ходит нирвана, и Корт видит, как Эверет Тру катается по полу с этой блондинкой, а не пихая друг друга. Самое естественное в этой ситуации было прыгнуть на нас и начать пихать нас обоих. Вот так они и встретились. И есть еще другое заблуждение Кортни, что это она приучила его к наркотикам. Именно. Кортни рассказала мне невероятно жуткую историю, которая все это резюмирует и не слишком известна. Она ничего не принимала, когда познакомилась с Куртом. Она бросила наркотики почти за полгода. И она рассказала мне об осознанном решении вернуться к наркотикам. Потому что быть с Куртом означало принимать наркотики. И она сказала, что любила его достаточно, чтобы вернуться к наркокультуре. Конец второй части. Последние из 48 часов Курта Кобейна. Часть третья. Воскресенье 3 апреля. Лос-Анджелес. Теперь, когда Курт Кобейн официально считается пропавшим, этот человек стал частью истории. Кортни Лав нашла мой телефон в телефонном справочнике. Курт пропал, он сбежал накануне. Поначалу она сказала, что он нанимает нас найти его. Что Кортни сказала вам, когда вы отправили Сеттл? Сказала, спасите американского идола Том. И взмахнула кулаками вот так. И Кортни постоянно говорил о его суицидальных наклонностях. Пока Кортни нанимает Тома Гранта в Лос-Анджелесе, Курт замечен рядом с закусочной «Джек-ин-зе-бокс» на углу Бродвея и зданий в Капитал-Хилл. Курт утверждал, что тут лучший бургер и в Сиэтле. Но это также было за углом от его поставщика героина. Курт Кобейн шел в никуда, потом написал эту песню. Одной запись он сумел дать голос целому поколению. Это была отчужденность панка, упакованной как идеальный поп. «Невермайнд» был записан в апреле 91-го года. Прямо перед сессией Курта выселили из квартиры в Олимпе из-за неуплаты аренды. И когда он вернулся с записи песни, которая изменит поколение, разойдется 10 миллионами копий, ему было негде жить. Он спал в машине. Курт стал избегать песню, сделавшую его знаменитым, часто отказываясь играть ее на концертах Нирваны. В коммерческом отношении, думаю, это хорошая запись, должен это признать. Но это в некотором роде как чип-трик. Для моего собственного слуха она слишком гладкая. Воскресенье 3 апреля, Кэпитал Хилл, Сиэтл. Пасхальное воскресенье фотограф Чарльз Питерсон встретил Курта Кобейна в районе Кэпитал Хилл, Сиэтл. Последний раз я видел Курта на улице в Кэпитал Хилл, рядом с баром Линдой. Он выглядел не очень-то. Но я был рад его встретить. Он дал мне свой новый номер телефона. Думаю, он искал, где купить дозу. Пару раз Корт не говорил о Чарльзе, позвонил бы ты Курту, у него совсем нет друзей. Ну, конечно, у него нет никаких друзей, он ведь день употребляет на 500 долларов героина. Это тяжело. Это твой мир. Твой мир не общается с другими людьми, разве что они наркодилеры. Или сами участвуют в этом мире. 18 августа 92-го года Кортни Лев родила девочку, которую назвали Фрэнсис Бенн. Курт описывал это как поворотный момент в жизни. Он чувствовал себя счастливым. С тех пор, как я женился и стал отцом за этот последний год, мое общеумственное и физическое состояние улучшилось на 100%. Я не чувствовал такого оптимизма с самого развода родителей. Порыве этого вновь обретенного оптимизма Курт хотел назвать следующий альбом Нирваны. «Я ненавижу себя и хочу умереть». Подразумевалась ирония, ведь это была запись, которая ему наконец-то понравилась. Правда, я горжусь этой записью больше, чем любое другое. Мы наконец-то добились звучания, которое я слышал в моей голове всегда. Я впервые услышал об им... У второго, когда Кортни позвонила мне по своему обыкновению часа в три утра со словами Джерри, «Ты должен услышать этот альбом, должен, он великолепен». Они послали мне пленку, на которой были черновые миксы, и он был совершенно невероятен. Клянусь, он бы изменил всю популярную музыку Америки, будь он издан в том виде, в каком я его услышал. Но звукозаписывающий компанией Курт альбом мне понравился. Почему вы думаете, Курт пошел на компромисс? Он устал спорить, ведь... Все, все говорили ему, что он неправ. Знаете, в итоге это просто надоедает. Как бы вы не верили, что вы правы или нет, если люди все время говорят вам, что вы неправы, в итоге вы просто сдаетесь. Воскресенье, 3 апреля, озеро Вашингтон, Сиэтл. После встречи с Чарльзом Питерсоном в Кэпитал-Хилл, Курт был замечен в еще более странном месте. За два дня до того, как он убил себя, он выбрался с друзьями в мексиканский ресторан поблизости. Они думали пойти в кино и решили поужинать. Они начали с десерта, что было для меня несколько странно. Ну, очевидно, если употребляешь героин, то ешь много сладкого. Курт был в хорошем настроении. Ему понравился банановый пудинг в «Карамели и Роме». Он попросил владельца расписания кинотеатров. Они с друзьями выбрали фильм «Пианино» и отправились в кино. На следующий день, накануне самоубийства, Курт Кобейн все еще был в хорошем настроении. Если верить Кате, которая, по-видимому, встретила его в понедельник, 4-го числа, эта встреча единственная, о которой ранее не было известно. Катя впервые рассказала о своей встрече. Мы заехали, он вышел, и тогда я впервые его увидела. Он выглядел очень взволнованным и весьма счастливым. На подъем. Если верить Кате, тем вечером она, вместе с влиятельными друзьями с музыкальной сцены, подобрала Курта рядом с его домом. И лучше всего той встречи с ним вам запомнилась яркость. И яркость искры, которые от него шли. Вы, наверное, знаете историю, как он отыграл один из своих последних концертов перед 40 тысячами поклонников. А потом они с Кортней полетели в Лос-Анджелес, и он в итоге пропал. Кортней наняла сыщиков, чтобы найти его, включая сыщиков здесь, в Сиэтле. И они обнаружили, что да, он был в Сиэтле, но они всегда отставали от него на шаг. И еще обнаружили, что он использовал наркотики, которые обычно не принимал. В начале 1994 года Корт купил трехэтажный дом с пятью каминами, пятью спальнями в районе Сиэтла, озеро Вашингтон. Дом стоил миллион триста тысяч долларов и находился в одном из самых дорогих районов Тихоокеанского северо-запада. По соседству с Куртом жил глава Старбакс. Думаю, в его личности шла борьба, ведь он не любил всех этих показных штук. И, по-моему, многое вынуждало его жить на показ, потому что я помню, как встретил его после концерта MTV «Лайф энд Лауд», и он был так возбужден новыми джинсами и курткой от Джесси Пенни, а здесь этот бюджетный магазин скидок. Новый дом на озере Вашингтон вывел его из равновесия. Он проводил большую часть времени в чулане, в основной спальне, играя на гитаре. Понедельник, 4 апреля, Кэпитал Хилл, Сиэтл. Вечер понедельника, 4 апреля. Это последний раз, когда Курта Кобейна видели живым. Место Барлинды, Кэпитал Хилл. Я увидела, как он зашел часов в 11 или 12 вечера и сказала, «Привет, Курт, заходи. Мы мой день рождения отмечаем». Он глянул на меня и ответил, «Нет». И я, ну... И он даже не прошел к бару, он пошел в заднюю часть. Я слышал, говорят, что он поднялся на крышу, чтобы созерцать жизнь. Виктория – последний человек, который видел Курта живым. Дальнейших свидетельств после того, как он покинул бар Линды, нет. После выхода в сентябре 1994 года и нутро третий альбом «Нирваны» дебютировал на первом месте в хит-параде «Билборда». Курт Кобейн перестал быть просто музыкантом. Теперь он был выразителем мысли поколения. В некотором роде, по-моему, деньги и слава принесли ему чувство еще большей пустоты. Ведь он думал, «Как только я стану успешным, я буду хозяином». И он стал успешным. Но именно то, от чего он ждал улучшения, ничего не улучшило. У него были те же родители, та же история, та же ненависть к себе в определенной степени. И, думаю, из-за этого, став знаменитым, он оказался еще более брошен на произвол судьбы. Проект становится слишком большим и превращается в машину. Знаете, я видел это с Ганса, и «Нирвана» попала туда же. Превратилась в машину. Она стала неуправляемой и подавляющей. И я не имею в виду, что это плохо. Некоторые музыканты могут увидеть это и сказать, «От да, я был бы только счастлив иметь такую машину». Но, правда, внезапно теряешь контроль над своей жизнью. То, что случилось с Лед Зепплин, за 10 лет произошло с «Нирваной» всего за два. Вечно в пути, постоянно пользующиеся спросом. За месяц до своей смерти Курт Кобейн отменил вторую половину европейского турне из 38 концертов. Пока остальная группа вылетела в Сиэтл, он отправился в Италию. 3 марта 1994 года Курт был найден в коме в номере 541 в отеле «Эксельсиор» в Риме. О этом было сообщено, как о передозировке, но жена Курта Кортни, которая была в отеле, позже раскрыла, что его нашли сжимающим прощальное письмо. Через две недели после Рима Кортни организовала вторжение в их дом друзей, членов группы и представителей его звукозаписывающей кампании. Курт реагировал гневно и бронился. В ходе вторжения Кортни выдвинула Курту ультиматум, и если он не попытается, наконец, справиться со своей героиновой проблемой, он рискует потерять доступ к своей двухлетней дочери Фрэнсис Бинн. Столкнувшись с этим весьма жестким выбором, он, наконец, согласился отправиться в «Экседус» в Лос-Анджелесе. И 30 марта Харви Оттингер отвез его в аэропорт. Так закрутилась история последних дней жизни Курта Кобейна. Никто не знает, когда именно Курт Кобейн умер. В отчете Коронера оценивается, что это случилось в течение суток, середины вторника, 5 апреля. Но в тот день Курт Кобейн все еще официально в списке пропавших. Никто не знает, где. Лишь через день после смерти Курта детектив Том Грант берется за дело. Он приезжает из Лос-Анджелеса в Сиэтл на поиске, как он убежден, вполне живого Курта Кобейна. Я говорил по телефону с адвокатом Кортни, Розмари Кэрролл и самой Кортни, и решил, что будет лучше мне самому туда отправиться. Несмотря на отсутствие лицензии на работу в штате Вашингтон, он отправился в Сиэтл для встречи с одним из друзей Курта, Диланом Карлсоном, чтобы начать его искать. Позже тем вечером Грант и Карлсон отправились в дом на озере Вашингтон. Но самое главное, они не обыскали оранжерею, место, где тело Курта будет в конце концов найдено. Том Грант говорит, что не заметил оранжерею, и в итоге Курт Кобейн пролежит ненайденным два следующих дня. Моей первой реакцией, когда обнаружил, и что его тело было в оранжере оба раза, когда мы туда приходили, было смущение. Я все пропустил, тело нашел электрик, а я не смог. Мне позвонил электрик Гэрри Смит. Он занимался охранным освещением в доме рок-звезды в Сиэтле. Мы толком не знали, кто это. Он буквально наткнулся. Он устанавливал охранное освещение, заглянул в дверной проем через стеклянную дверь и увидел тело. И он позвонил мне. Он лежал на полу и выглядел как манекен. Я пригляделся и видел кровь у него в ухе, длинные волосы. И речировался. Он спросил, как выглядит Курт Кобейн. Я представления не имел, и спросил свою помощницу. Она писала, длинные светлые волосы, худой. Я сказал Гэрри по телефону, тот ответил, да, это он. Похоже, он застрелился. Я позвонил на радиостанцию и сказал, что произошло. К нам поступил звонок, и парень на линии сказал, у меня невероятные новости. Курт Кобейн мертв. Это, знаете, безумная утренняя программа. Мы сказали, у нас на это нет времени. И повесили труп. Но поскольку он был так настойчив, мы решили позвонить в полицию Сиэтла и спросили, у вас случайно нет каких-нибудь сообщений о том, что происходит в доме Курта Кобейна? Они сказали, да, есть сообщение о трупе. Но это все, что мы пока можем сказать. Французская дверь была заперта снаружи, я ударил ее, и разбитое стекло позволило ее открыть. Мы вошли, чтобы проверить пациента. Он лежал, наверное, на три четверти или две трети в глубине помещения под центру, чуть-чуть сбоку. Он лежал на спине. У меня голова повернута влево, и оружие, похожее на дробовик, на коленях. Кажется, эта подруга позвонила мне первая и сказала, что услышала об этом по радио. И тут же позвонила мне. Были ли вы удивлены самоубийством? Очень удивлена. Я знаю, что у него были проблемы, он ругался с Крисом и Дэйвом, и мне нравилось, что он употребляет наркотики из Кортни, но я не думала, что дойдет до самоубийства. И созвонил телефон, и из Роллингстона они искали фотографии и сказали «Да, Курт Кобейн». Я подумал, «О боже». И я включил радио, а там об этом говорят. Первое, что я услышал, это ничего еще не подтверждено, но был найден труп. Это было странно, как будто что-то я не расслышал вообще, как будто «Да, Мур-Мур мертв». Я удивился, кто? Мур-Мур-Мур. «Курт Кобейн». Я не знаю, кто это. Конец третьей части. Последние 48 часов Курта Кобейна. Часть четвертая. В воскресенье 10 апреля в Сиэтле состоялось публичное свечное бдение. Пришли 10 тысяч человек со свечами и цветами. Запись Кортни Лав, читающей предсмертную записку Курта, передавали по громкоговорителю. Факт в том, что я не могу обмануть вас, ни одного из вас. Это просто нечестно по отношению ни к вам, ни ко мне. Худшее преступление, какое я могу представить, это обмануть людей, прикидывая, что у меня в жизни только радость. В возрасте 27 лет Курта Кобейн совершил самоубийство, оставив после себя жену, двухлетнюю дочь и миллионы приверженцев, внезапно потерявших своего лидера. Вот драма, в которой великий человек взвалил на себя груз заблуждающихся и невежественных людей, страдал за них и был уничтожен на вершине успеха. Со смертью начинается творение мифа, и жизнь Кобейна была облачена духовным символизмом. Многие люди здесь, в городе, особенно в Сиэтле, не верят, что это было самоубийством. Причина, по которой они так говорят, в предсмертном письме видны два разных почерка. Аутопсия показала, что он был полон наркотиков, а ведь, убив лошадь, нет нужды еще и стрелять в нее. Сопоставив все это, люди получили почву для сомнений. Были ли вы удивлены, что это было самоубийство? Нет. Шокирующе, совершенно шокирующе. Подобное всегда шокирует, но я не упал со стула от удивления. Этот парень и раньше не прыгал от радости. Он подстроил самоубийство в каком-то смысле. Что-то явно было не так. Что-то очень сильно ему не нравилось. Но он не говорил, что. Более десятилетия после смерти его внука, трейлер Леланда Кобейна в Эбердине остается меккой поклонников со всего мира. О чем люди спрашивают вас, когда приходят к вам или пишут? О Курте. Каким он был? Как жил? Для меня он был, как любой другой ребенок. Он мог быть плохим, а мог быть хорошим. Но большую часть времени он был хорошим. Иногда выбираешь постоянное решение временной проблемы. Думаю, это был его случай. Всегда находится много всякого. Не поладил с наркодилером и то и сё. Я думаю, мое личное мнение, что он просто был несчастлив. И хотел выбраться. Если подумать, мы с ним прожили три года. И столько же он жил после этого. Он стал рок-звездой, мужем, отцом, наркоманом. Покончил жизнь. Те же сроки. Это очень много для трех лет. Это очень много прессы, чтобы случиться в три года. Пока догорает эта свеча, мы хотим сказать, горит она или нет, дух присутствует. Как Бог, который может быть во всем, что ты видишь. Свеча может погаснуть, но все равно будет гореть в твоем сердце. В душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова